Завела меня тропинка. Наконец-то на улице стало хоть немного распогаживаться и солнце выглянулось за туч. А это значит, что сейчас многие отправятся на поиски подберезовиков, подосиновиков, лисичек и так далее. Но главное быть осторожным и, набрав таки полное лукошко, найти дорогу домой. О своей безопасности нужно позаботиться еще до того, как вы решите отправиться за грибами. Важна правильная экипировка. Рекомендуют надеть что-то яркое, ветровку, либо жилет. Также в одежде приветствуются светоотражающие элементы. С собой важно взять небольшой перекус и воду. В походном рюкзаке или сумке лишними не будут спички и нож. Лучше бы освоить какую-то программу навигации, то есть какой-то навигатор. Для чего? Зашли в лес, включили себе либо трек, либо что-то еще, положили телефон в карман и пошли спокойно. Находились, нагулялись, телефон достали, посмотрели в какую сторону, сориентировались, спокойно вышли. Но не все, бабушки, дедушки, навигаторы у нас устанавливать себе не будут и освоить их они не смогут. Важно предупредить кого-то из знакомых, куда и на какое время вы отправляетесь. Если вы поняли, что все-таки заблудились, очень важно успокоить себя, не паниковать и оставаться на месте. Нужно проверить сотовую связь и если она ловит, то позвонить родственникам и по номеру 112. Набраться терпения и ждать помощи. Работа на месте начинается со сбора информации в основном. То есть если это грибники и ягодники, то есть опрос либо местных жителей, либо родственников, куда человек любит ходить, то есть где его места. Проверяем эти места. Также работа начинается с проверки линейных ориентиров. То есть это лесные дороги, тропинки, просики, линии электропередач. Эти ориентиры служат маяком и для потерявшегося человека, поскольку рано или поздно выведут к населенным пунктам. Поисковые группы отправляют на эти ориентиры и они зовут человека по имени Громко и Четко. Мужчин зовут женскими голосами, а женщин мужскими. Для того, чтобы не спутать отклик заблудившегося с другой группой, что ведет поиск неподалеку. Хочется сначала начать с развеяния такого мифа, который у людей из головы никак не выйдет. Если человек пропал, будь то грибник, лесник, либо просто в городе что-то, что бы ни случилось. Человек пропал, человека нет. Не надо ждать трех дней. Сидит это в головах у людей упор, но трех дней ждать не надо. Если человек не вышел на связь 20 минут, 30 минут от установленного договоренного времени, можно идти и писать заявление в полицию. И его обязаны принять, и его примут. Также очень важно прибывшим спасателям дать как можно больше информации о возможном местонахождении пострадавшего. Точная информация может спасти ему жизнь. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.